Глава 7 Отсутствие у Флутершайя наверняка была куча вполне разумных объяснений. Бегала по делам, проведывала чью-то заболевшую зверушку, вышла перекусить, решила сходить в спа-салон, болтала с нашими друзьями. И это хорошо напомнило я себе, что ныне она могла преодолеть робость настолько, чтобы гулять в одиночку, какой-никакой а прогресс. Но все же я не могла удержаться от волнения, неприятно скрутившего мой живот. Я взлетела на крышу, надеясь найти там Флутершай. Небольшой участок травяной кровли был немного примят, повторяя очертания пегаски, лежавшей здесь на животе, однако сама пегаска отсутствовала. Не было видно ни птиц, ни насекомых, ни каких-либо других лесных обитателей. Лишь одна я находилась на крыше и щурилась под слишком ярким солнцем. Ветер переменился, задув со стороны леса на краю луга, и принес с собой новые запахи — листьев, мха и чего-то похожего на кровь. Нахмурившись, я поглядела на укрытые тенями промежутки между деревьями. «Флутершай!» — позвала я во весь голос. «Ты там?» Только ветер ответил мне, ласково потрепав пеи и соблазняя к полету. Я раскрыла крылья, поймав восходящие потоки и воспарила на несколько десятков метров вверх. С такой высоты моему взору пристал лес, постирающийся на многие километры к югу. Я видела бесконечное море деревьев, скалы, искаженные летним майвом, далекие горы. Солнце было слишком ярким. Я зажмурилась и сложила крылья. На мгновение мой желудок поднялся к горлу от ощущения падения, но я легко поиземлилась на крышу дома. Еще несколько периодов, и я оказалась внизу, в благодатной тени его стен. В окнах было темно, дверь закрыта. Я постучалась, и, не дождавшись ответа, открыла ее. «Флутершай!» Никого, лишь темнота. И не было слышно даже шуршания ее животных, реагирующих на гостя. Я осторожно ступила внутрь. Повернувшись к лестнице, находившись в нескольких шагах от двери, я позвала еще раз. «Флутершай?» На стропилах что-то зашевелилось, заставив мое сердце подпрыгнуть. Я глянула вверх и заметила десятки смотревших на меня маленьких глазок, сверкающих подобно самоцветам. Послышалось царапание когтей и хлопки крыльев, и на кухонный стол с дребезжанием столовых приборов и подскочивших чашек приземлился огромный ворон, который был с нами на крыше во время моего прошлого визита. Всего лишь безобидная птица. Я мысленно пожуила себя за пустые страхи и подошла к ворону, остановившись, правда, на некотором расстоянии. Так далеко, чтобы его большой клюв не смог достать моих глаз в мгновение ока. «Здравствуй, мистер Ворон. Где твоя хозяйка?» Он издал низкую трейль. У воронов весьма широкий голосовой диапазон, а некоторые даже способны имитировать речь пони. Неловко попрыгав по столу, он приблизился и посмотрел на меня. Даже я, пони, которая почти ничего не знает о животных, видела в его глазах проблески интеллекта. Я притянула ногу, как тогда сделала Футершай. Ворон наклонил голову, изучая предложенную конечность. Он снова выдал трейль, что-то невнятно пробормотал и, вытянув шею, уткнул клювом по копыту. По ощущениям, было похоже на стук в дверь. Увидев, что я не убрала ногу, Ворон прыгнул еще ближе и ласково, покошачьей, потерся головой и клювом в мое надкопытье. На шерсти осталось пятно крови. Я поморщилась и убрала ногу. Ворон с любопытством наблюдал за мной. «Футершай», — проговорила я. «Она здесь?» «Да». Города сообщит, что я не закричала. Лишь не сильно взвизнула и резко развернулась навстречу раздавшемуся позади меня голосу. Напуганный ворон захлопал гигантскими крыльями и взлетел к потолку, опять устроившись на стропилах. На меня упали несколько линялых черных пеев. «Футершай», — вырвавшийся у меня с мешок, был отнюдь не из-за веселья. «Прости, ты меня немного напугала». Она улыбнулась. «Извини, я не ожидал увидеть дверь открытой и кого-то у себя на кухне». «Ах, да, вторжение без спроса». «Прости, я стучалась, но никто не открыл, а когда проверила крышу, тебя там не было. Поэтому я решила заглянуть внутрь и проверить, не занята ли ты чем-то громким, из-за чего не слышала мой стук. Но в доме было темно и казалось, будто никого нет, так что я немного разволновалась и, спрохватившись, я замолчала, переводя дыхание. Опять я начала тратовать. Я принцесса, принцессам такое не к лицу». Я глубоко вздохнула, затем еще раз. Прежде чем я успела окончательно изойти на нервы, Флутершай потянулась ко мне, прижала свою щеку к моей и пошептала. «Все хорошо, Твайлайт. Я всегда рада тебе у себя дома. Независимо от того, здесь я или нет. Тебе и всем остальным друзьям». И в тот же ник все мои глупые страхи улетучились. Я ощутила, как губы растягиваются в нелепые улыбки и ответила на ласку Флутершай. Ее гриво пахло полевыми цветами, свежим потом и землей. «Ты была в лесу?» – сказала я. «Да». Обойдя меня, она приблизилась к столу, поправила разбросанные вороном столовые приборы и смахнула пея к остальным на полу. Снаружи замечательный день, да и лес очень спокойный. Искала то новое животное? «Она все еще там», – кивнула Флутершай. «Я временами замечаю оставленные ею следы, сломанные ветки и тому подобное, иногда остатки пищи. В смысле? Хищники редко доедают добычу полностью, некоторые части несъедобны». Ох, я сглотнула. Мне послышалось, будто где-то наверху на стропилах прыгал ворон. «Ты узнала, что это за животное?» Флутершай отрицательно покачала головой. Впервые на ее лице возникла легкая гаймаса недовольства. Между бровями пролегли едва заметные маршинки, уголки куб самую малость опустились вниз. «Нет, она, думаю, очень умна, а вдобавок еще застенчива. Животным свойственно такое поведение, если они не привыкли к пони». «Ну, уверена, что ты ее скоро отыщешь», поспящила я утешить свою подругу. «Все что угодно, лишь бы вернуть твою улыбку». «Скажи, а у тебя случаем не найдется белокопытник?» Флутершай моргнула, сбитая с толку внезапной сменой темы разговора, затем понимающая ахнула. «Тебе я для глаз?» «Кажется, был, минуточку». Она сорвалась с места желто-розовой молнией, выскочила за дверь и забежала за угол дома, да так быстро, что следить было невозможно. Послышался звук открывающегося погойба и грохот чего-то упавшего. Спустя минуту действие повторилось только в обратном порядке. Флутершай поставила на стол небольшую стеклянную баночку, закупоренную сургучом. Замутными стелками виднелись толстые, сочные листья округлой формы, с крохотными шипами, как помесь толстянки и подоба. Я приподняла бровь. «Мне их несколько месяцев назад дала Зикора, чтобы помочь справиться с сенной лихорадкой», объяснила она. «Сожги листья и добавь чуток получившейся смолы в любой напиток. Лучше всего подходят горячие, вроде чая. Это поможет твоим глазам. А еще при отравлении ядовитым плющом, случись у тебя такая беда». Я взяла баночку магии и аккуратно положила в сумку. «Спасибо. Одних лишь слов казалось категорически недостаточно, так что я потянулась вперед и потерла себя ее щеку своей». Она ответила на жест, сияв глупкой. «Не за что. Тебе нужно что-нибудь еще?» «Вообще да. Ты Дискорда не видела?» Последний раз до того, как началась эта проблема. Судя по ее тону, проблемой ей это особо не казалось. Однако она просто не воспринимала Дискорда так же, как я, и не слышала предупреждений Луны. «Но если я его увижу, дам знать, что ты хочешь поговорить». «Она так это знает. Скажи ему, что он должен с нами поговорить. А еще лучше, пускай прекратит лезть на видение пони. Это намного опаснее, чем ему кажется. Уже даже Луна вмешалась». Ее уши стали торчком, а глаза расширились. «О нет, у него неприятности?» «Да, еще какие. На его месте у любого были бы. Но разве можно чем-то пригрозить духу хаоса?» «Нет, но будут, если он продолжит свои делишки». Флаттершай чуть слышно притопнула копытом. «Тогда я обязательно скажу ему. Скажу, что больше никаких чайпитий, пока он снова не станет вести себя хорошо». Ну, видимо, пригрозить все же было чем. Все сводилось, как и говорила Луна, к его желанию привлечь к себе внимание. Быть может, я неверно подходила к решению этой проблемы и следовала плюнуть на мои бесполезные исследования, вернуться в библиотеку и тихо-метно читать книги, а там, глядишь, все само собой пойдет в норму. Так, наверное, мне и нужно было поступить. Как же. «Спасибо, Флаттершай. Это очень смело своей стороны». Улыбнулась я, и Селестия мне свидетели. На этот раз улыбка была стопроцентной искренней. «Тебе необычного ничего не снилось?» Она мотнула головой. «Мои сны скучные, Твайлайт. Ты же знаешь, я их не помню. Мне снятся просто образы. Странные идеи, лишенные всякого смысла, которые мигом забываются». Ну да, если, конечно, ты не спишь. То есть, рядом. Если не спишь рядом с кем-то. Эх, я прямо остолбенела, когда у меня в голове возникла одна крохотная идейка. Безобидная проверка. Только ради науки. Дружеское предложение. Мы, девочки, раньше уже делились друг с другом в постели. В этом нет ничего предрассудительного. Молодые кобылки делают так постоянно. Да и жеребцы, скорее всего, тоже. Вероятно. Я не знала ни одного жеребца, у кого смогла бы осмелиться спросить нечто настолько откровенное. Так что эта крупица знания наверняка останется вне моей достигаемости. Но вот Флаттершай, я бы могла попросить её, и она наверняка согласится. Я уже даже представлял о себе её тело возле моего наматраси, её лёгкий запах полевых цветов и свежего пота. Какие грёзы увидела бы она в моей компании? А какие увидела бы я? Она захихикала, ворвав меня из размышлений. Из твоих уст это звучит прямо совсем непристойно, Твайлайт. Но я понимаю, насколько важны для тебя все эти дела со снами. Поэтому, если мне пояснится что-то странное, я обязательно дам тебе знать. Ну, так тоже можно. Я сглотнула. Замечательно. Отлично. Это наименьшее, что я могу сделать. Флаттершай вытянула крылья, разминая мышцы. А теперь, если ты не против, я вернусь в лес. Хочу поискать свою новую подругу, пока солнце не село. Мы перекинулись ещё парой слов, но у меня не было желания задерживать её. Так что я снова потёрлась о щёку своей и вышла вслед за ней наружу. Она закрыла дверь, помахала мне и улетела в лес. Я прищурилась. Неужто солнце стало ярче за время моего пребывания в доме? По ощущениям, было именно так. Я подняла ногу, козырьком глазам и шла так, пока не достигла укрытой тенями, вяза в тропинке в поневель. Я отрезала квадратик фольги, размером примерно с моё копыто, и положила на него пухлый листочек белокопытника. Под завязку, наполненный маслами, он задрожал, подобно желе. Я сморщила нос от исходящего от него горького запаха. Ну, лекарство не обязательно хроша пахнет. К счастью, в моей лаборатории была вытяжка. Я закрепила фольгу с листиком на держателе над бузеновой горелкой, выкрутила огонь на максимум, принялась ждать. Листок потрескал и шипел, выгоравший зеленью, пока на фольге не осталась вязкая чёрная лужица. Я сняла фольгу с горелки и дала смоле остыть. Не знаю насчёт остальных, но я в приготовлении средств в народной медицине использовала науку. Выйдя из библиотеки, я услышала доносящиеся из кабинета возле кухни приглушённые женские голоса. Принадлежали они наверняка Старлэй Трикси, вернувшимся после долгого дня хождения по магазинам и визитов в спа-салон, а также интимных отношений, про которые я уж точно не думала. На несколько минут гудения, пламени по чайникам и тихий свист пары заглушили их голоса. Я заварила обычный жасминовый чай, вполне подходящий для начала вечера, и добавила в горячую воду немного смолы белокопытника. Она растворилась мгновенно, оставив после себя лишь едва заметный горький запах, почти неразличимый на фоне цветочного аромата чая. «Есть кто?» – громко сказала я, прежде чем войти в кабинет. Негоже было бы зайти в тот момент, когда они слишком уж наслаждаются компанией друг друга. И если же они хотели уединения, тогда не стоило занимать одну из открытых зон замка, и поэтому я задержалась перед дверью всего на пару секунд. Выяснилось, что беспокоилась я зря. Вместо занятий какими-то непристойностями они сидели рядышком на диване и читали журнал. Образ довершали исходящие лёгким паром чашки и тарелка с кусочками нарезанного яблока. «Привет, Твайлайт», – лобнулась Тарлайт, помахав мне. «Хочешь к нам?» «Трикси как раз показывала мне свои новые фокусы». «Надеюсь, не опасные в закрытом помещении?» Я могла только представить, какой урон могло нанести одно из шоу-фейерверков Трикси в такой маленькой комнатке. «Нисколько, принцесса», – ухмыльнулась Трикси. «Готовься удивляться самому виртуозному представлению колдовского искусства из всех, когда-либо виденных тобой». Её голос приобрёл сценические нотации, достаточно мощные, чтобы заполнять своё пространство и изонировать у меня в груди. Она протянула копыты и повернула их, показывая, что они пусты. Вот только пустыми они не были. В них внезапно оказалась колода карты, ни свечения магии, ни использования потайных карманов. Колодой сперва не было, а потом она просто появилась. Я моргнула и хотела было спросить Трикси, как у неё это удалось, без явного использования рога, но она уже принялась её тасовать. Карты сливались одна с другой, пока она стремительно разделяла их и перемешивала. «А теперь не будет ли моя прелестная помощница столь любезна, чтобы снять колоду, дабы недоверчивые пони не заподозрили Трикси в жирничестве?» Удерживая колоду карт на копыте, она протянула её Старлайт, которая, захихиков, отделила магией несколько карт сверху и принесла их под низ. Трикси забрала колоду и разложила карты верообразной дугой на столе, причём промежутки между каждой совпадали идеально. Я бы и за час не могла разложить их так, как она, одним движением копыта. «Пожалуйста, выбери одну, взгляни на неё, запомни, а потом положи на место. И не говори Трикси, что это за карта?» Хм, участие зрителя. Ладно. Я глядела карты, выискивая малозаметные отличия в рисунках рубашек, любой подсказки о том, как она могла догадаться о моём выборе. Трикси заметила и закатила глаза. Мнительная какая. Так лучше? Она полностью отвернулась и закрыла лицо копытами. Я выбрала случайную карту, примерно из середины, и осторожно вытянула, но не совсем, а так, чтобы можно было чуть приподнять её и разглядеть лицо. Четвёрка цепей. Я сунула карту обратно и для верности встряхнула стол, перемешивая остальными. Удачи с отгадыванием. Выбрала? Отлично. Трикси повернулась обратно, собрала карты и начала ими манипулировать. Складывала, стучала и тасовала так и эдак со всей той же молниеносной скоростью, что и прежде. Попутно она говорила. Ты же запомнила свою карту, да? Выйдет ужасный кампус, если забыла. Да что там, это, скорее всего, испортит представление ещё до его начала. Запомнила, не волнуйся. Отозвалась я. Нельзя было спускать глаз её копыт. Плевать на остальную часть фокуса, а один её способ тасовки при помощи копыт сам по себе был волшебным. Трикси перемешала колоду последний раз и положила её посреди стола между нами. Три раза постучав копытом по верхней карте, она поводила над ней ногами и объявила. «Подивляйся же, ибо это не твоя карта!» Она перевернула её. Девятка тайн. Я медленно поаплодировала. Убразительно. Трикси улыбнулась ещё шире. «Мы ещё не закончили, принцесса, поскольку это тоже не твоя карта». Следующий перевернутый был Ангел Звёзд. Я дёрнула плечами. Вероятность того, что одна из этих карт окажется моей, была меньше 4%. Ты права, моя любящая математику подруга. Однако Трикси наверняка знает, что и это не твоя карта. И не это, и не это, и не это. С каждым повторением Трикси переворачивала карты. Восьмёрка тайн, двойка мотыльков, королева цепей. Она продолжала переворачивать, пока наконец не осталась лишь одна карта. Её копыто задержалось над ней. Что ж, колода кончилась. Трикси полагает, что эта карта должна быть твоей, так? Ладно, ты меня подловила. Вздохнула я. Но как ты это сделала? Я не видела... Она оборвала меня на полусловие, перевернув последнюю карту. Принц мотыльков. Я шалела-моргнула. Куда делась моя карта? Ты про неё, что ли? Трикси наклонилась вперёд, потянувшись к моей голове. Её копыто коснулось моего уха, и, клянусь, Телестия ощутила, как она действительно что-то вынула из моей гривы. Не просто ловкость копыт, а как если бы у меня в гриве было нечто, чего я не замечала, пока она это не вытащила. Трикси положила карту на стол рубашкой вверх. Я перевернула её. Четвёрка цепей. Как ты это сделала? Спросила я. Магия, естественно. Пожала плечами она. Нет. Мотнула я головой. Я всё время наблюдала за твоим рогом. Ты вообще не использовала магию. Я подняла карты телекинезом и разложила в воздухе. Ты наверняка использовала какой-то хитроумный трюк, который я не заметила. Покажи мне, как ты это сделала. Трикси рассмеялась. Ха, Твайлайт, какая же ты идеальная жертва. Ну, почему ты не ходишь на каждое моё представление? Я попробовала другой подход. Это не настоящая магия, лишь ведение заблуждения. Иллюзия. Ты меня как-то отвлекла. Угу. Так и есть, скорее всего. Трикси собрала карты из воздуха и снова перетасовала. Я на мгновение бросила взгляд на Старлайт, а когда посмотрела обратно, колоды уже не было. Старлайт заметила мою реакцию и усмехнулась. Она тренировалась. Затем, лишённым прежнего веселья, голосом произнесла. Трикси, расскажи Твайлайт то, о чём говорила мне раньше. Что? Трикси взяла кусочек яблока с тарелки и кинула его в рот и громко захмуткала. Про сон, что ли? Это привлекло моё внимание. Я отбросила глупые мысли о картах и полностью сосредоточилась на Трикси. Что там насчёт снов? Она вздохнула долго и нарочито громко. Не знаю, что в этом такого особенного, но последние несколько ночей мне снились на удивление ясные сны, которые в кои-то веки были осмысленными. И знаете про что? Она наклонилась вперёд, поставив копыта на стол. Мне снилось величайшее представление на свете. А зрителями тысячи пони. Целый город, который пришёл удивиться невозможному. Не каким-то там ерундовым фокусом и заклинанием, которое может выучить любой единорог, а самой настоящей магии. Трикси подняла ногу и повернула её, явив виду карту, стоящую ебром на её копыте. Она медленно и осторожно поставила её так же ебром на стол, каким-то образом удерживая от падения. Смотри внимательно, сказала она, затем наклонилась и подула на карту. Та зашаталась и через секунду упала. Это всё, что должно было... Слова застряли у меня в горле, когда я подняла взгляд от карты. Старлейд не громко ахнула. Трикси исчезла. Субтитры подогнал «Симон»